итак вот для примера что значит корень кувшинки продается как это выглядит потому что многие спрашивают вот например если в июне-июле вы покупаете то корень вот он то есть основной корень с кучей всасывающих корней кувшинка с листьями с бутонами и даже если повезет с цветками заказали если есть корни с бутонами с цветами то выдаются с бутонами с цветами если нет то или это если еще раннее начало июня или конец мая то вот такие вот еще без бутонов и цветов идут потому что зацветают у нас в ярославской области кувшинки середина июня то есть первым в начале июня зацветает attraction вот потом все за остальные за ним как правило в такой очередности поэтому если вы заказываете начале июня то это корни примерно вот такие выглядят еще без бутонов середины июня и в июле продаются уже вот такие корни но если вы не успели и все корни с бутонами цветами уже распроданы то получите вот такой корень но если правильно его посадить то и такой корень так как у него корневая остается достаточно большая не обрезается вот такой корень если правильно посадить уже зацветет в этом сезоне ну а если вы заказали первыми то уже получите цветущий корень вот но как говорится растения это не на фабрике выращиваются то есть корни бывают разные бывают побольше бывают поменьше но всегда первым делом выдаются корни побольше и с бутонами ну и для сравнения я хотел бы привести пример корней кувшинок которые мне присылали из других питомников чтобы вы понимали что не везде продается все одинаковое что посадочный материал в разных питомниках отличаются не только ценой но и качеством встречаются даже мошенники крайне редко но и такое бывает под видом дорогих сортов вам присылают не пойми что иногда присылают вот такие вот корни присылают вот такие вот немфеи вот такой вот корень Субтитры сделал DimaTorzok И так, вот пример Кувшинка Ротана Убол в горшке Это здесь 3,5 литра горшок Вот видно В чем преимущество Здесь раз точка роста, два точка роста То есть мощные точки роста Вот здесь уже с тремя бутонами Одна Вторая с одним бутоном Вот Поэтому в горшке покупать не только выгодно Потому что иногда получается Не одна точка роста в горшке А и две, и три, и пять даже бывает Три мощных, две слабенькие В общем, сколько успеет нарасти Плюс растения укорененные Уже цветущие Иногда они не цветут Потому что Иногда не хватает 3 литров Для крупных и средних кувшинок Три литра это очень мало То есть они просто Перерастают горшок Им перестает хватать питательных веществ И соответственно Они начинают мелчать Листья мелчают Бутоны появляются редко То есть любой кувшинке Средней или крупной На год надо минимум 10 литров земли То есть 10 литровый тазик Минимум во что надо сажать кувшинку После покупки То есть вот эту вот кувшинку Можно перевалить в 10 литровый тазик Но если корневище Типа Адорадо Которое очень быстро разрастается Вот как у этой кувшинки То есть оно за год Может вырасти в длину на 30 сантиметров Соответственно она у вас 10 литровый горшок Перерастет уже за год Поэтому кувшинки С корневищем типа Адорадо Надо сажать Минимум 20 литровый таз Широкий такой Не ведро А именно таз Они редко встречаются В строительных магазинах Но через интернет заказать можно Вот там в 20 литровом тазе Пару лет Кувшинка типа Адорадо Порастет Вот А в чем отличие значит Горшка от Корнем То есть если бы я Посылал вам кувшинку корнем То я бы отрезал бы Вот эту точку роста То есть вот эту точку роста Я бы ее вот где-то здесь отрезал И соответственно вот это все С листьями С этим комком корней И немножко земли на них Чтобы они не пересохли Чтобы хорошо доехали Я бы вам отправил А покупая в горшке Вы переплачиваете за За доставку немножечко Но зато получаете И уже укорененную кувшинку Правильно посаженную Вот И сажать ее Из горшка намного удобнее И вот как в этом случае Получается здесь уже Не одна точка роста А две То есть получаете по сути Две кувшинки По цене одной Так что смотрите Не всегда есть смысл Экономить на Экономить на доставке То есть иногда Лучше купить горшком Но как я уже говорил Цветущая не всегда Иногда В трехлитровом горшке Не хватает Кувшинки питания Поэтому как только Вы ее пересадите В большую емкость С удобрениями Она сразу начнет Давать мощные листья И бутоны Так что вот Решать вам Все спрашивают Зацветет Не зацветет Цветет она В трехлитровом горшке У вас уже Или не цветет Дело в том Что в трехлитровом горшке Для нимфеи Маловато Питательных веществ И маловато места Поэтому У нее не такие Мощные Листья вырастают Видно что Точки роста Уперлись уже В край горшка Здесь Корневище Адорадо Оно вообще быстро Разрастается Поэтому ее Надо сажать Минимум в Десятилитровый Горшок Но так как В десетилитровом ведре Доставка будет Очень дорогая То все сажают Как можно Более-меньше Емкости Чтобы Не разориться На заставке Одно дело Если вы забираете Сами В своем регионе Другое дело Если это Трансферная компания Заставлять Вот такие вот Кувшинки В емкостях И отделенки Продаются В питомнике Ярпрут Так что Выбирайте Звоните Заказывайте И не забудьте Подписаться на канал Впереди еще Много интересных Обзоров Новых сортов Кувшинок И других Мелководных Растений Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok